Беспредел силовиков Власти спецслужб, проблемы у журналистов и людей из ЛГБТ-сообщества, авторитарные режимы так похожи, хоть эти страны и находятся в разных частях мира. Им так неудобна свободная пресса. Они выдавливают инакомыслящих, а теперь еще и поддерживают друг друга. Что их объединяет и в чем их слабость? Посмотрите на события последних 15 лет. Просто новая волна автократии. Некоторые крупные автократии стали сильнее, те же Россия и Китай. Россия при Владимире Путине так и вовсе стала диктатурой. Некоторые хрупкие демократии рухнули, и некоторые страны, добившиеся уже прорыва, не прошли весь путь к демократии. Я имею в виду тот же Египет, где была арабская весна. Ну а в-третьих, некоторые из старых демократий, существующих в мире, стали менее демократичными. Венгрия хороший пример. К сожалению, моя собственная страна тоже является таким примером. Так что сейчас мы находимся в моменте, когда автократии находятся на подъеме. И они начинают сотрудничать друг с другом, взаимодействовать, чтобы научиться подавлять гражданское общество, оказывая друг другу военную и финансовую поддержку. И это улица с двусторонним движением. Россия давно уже поддерживает автократию в Иране. Они действуют сообща, например, в Сирии. А с недавних пор Иран теперь оказывает России и путинской диктатуре военную помощь, поставляет дроны. И мы с вами живем в новых условиях, когда автократии во всем мире гораздо более скоординированы. Это их способ выжить. У всех диктаторов есть одна общая черта – оставаться у власти. Это правило номер один для Путина, для Мул в Иране, для Северной Кореи, Китая или, например, для Лукашенко. Свою империю Лукашенко строил почти три десятка лет. Поначалу старался выглядеть своим парнем. Мол, я такой же, как вы. И даже сегодня и не верится призвал давить на власть. А затем кирпичик за кирпичиком превращал свободную страну в диктатуру. В 90-х в Беларуси прокатилась волна политических убийств. Были похищены и, вероятно, убиты все, кто слишком много знал. И мешал Лукашенко узурпировать власть, подчиняя себе и силовиков, и судей, и избирательную систему. Александр – подполковник. В Беларуси был следователем Главного управления по борьбе с организованной преступностью. У него, казалось бы, было все. Карьера, квартира, прекрасная зарплата. Но после этих кадров, в августе 2020-го, он не смог оставаться служить в белорусской милиции. Карательная полностью диктатура в Беларуси, как времен Сталина, можно назвать. Даже уехав и оказавшись в Польше, он опасается за свою жизнь. Вынужден никогда заранее не назначать встречу, чтоб разговор не перехватили и не ждали те, против кого он выступил. Азаров ведь пошел против карательной системы Лукашенко и открыто рассказывает, как она устроена. Самые страшные пытки происходили на Крестино, это изолятор временного содержания. В жаркие дни людей ставили, значит, такие клетки под открытым небом, по 30 человек, значит, в маленькой комнатушке. Они ходили под себя в туалет, и они людей ставили в позе ласточки к заборам. Вот, и если человек шевелился, они его избивали дубинками. Все эти преступления Александр Азаров теперь и расследует. Вместе с другими бывшими белорусскими силовиками, которые находятся в Польше. Они создали организацию «Байпол», чтобы пусть через время, но все, кто пытал, убивал и насиловал, все-таки предстали перед судом. Многие из тех, кто отбросил страхи во время протеста вышел на митинги, мирно, с цветами, сейчас скрываются в Польше. После того, как Лукашенко смог таки удержать власть, оставаться дома было просто небезопасно. Анастасия всю сознательную жизнь жила при одном режиме. Лукашенко ведь 28 лет при власти. Другого президента Беларусь не знала. На выборах у нас всегда были фальсификации. Лукашенко выбрали словно один раз и навсегда. И ничего не сделаешь. Сегодня Анастасия, ее сын Леня и подруга Саша живут во Вроцлаве. Все трое, они уехали из Беларуси после протестов 2020-го. Но Саше до сих пор приходится прятать лицо, если рядом камера. У меня несколько уголовных и административных. Одета я так из безопасности. Потому что у меня в Беларуси остались родители, братики, сестрички. И семья политическая – это безопасность. Здесь, на Вроцлавской кухне, Анастасия, Леня и Саша часто вспоминают о той, своей прошлой. Жизни. Разговаривать по-белорусски было невозможно. Была такая политика – делать все, чтобы была русификация. Чтобы люди забросили свой язык, литературу. Говорить на белорусском было не модно. Говорили колхозный язык. Если вы хотите пойти в компанию, 15 человек, ну, допустим, день рождения, свадьба, вы должны, не уверенно, насколько я знаю, идти куда-то и говорить, что вот мы идем в этот день, в этот час, туда-то, и это не акция, и чтобы, типа, вас всех там не загребили на 15 суток. Смешно и страшно. Слава Украине! Живи, Беларусь! Как фальсифицируют выборы? Мартин Сидорович впервые увидел еще, будучи курсантом. Лукашенко только в 94-м победил честно, говорит Мартин. А потом заготовленные цифры просто появлялись в протоколах. Поэтому и обычный белорус для лукашенковской системы ничего не значит. Он не может ничего, кроме как просто жить тихо, кушать тихо. Ну и главное, чтобы все было тихо. Он не может, конечно, самого главного выбирать свое будущее и высказываться, менять политику. Быть винтиком в системе Мартин не захотел. Но для этого пришлось уехать из страны, поменять профессию, стать блогером. И сразу после видеозаставки... Он иронично рассказывает о том, что происходит сейчас в Беларуси, высмеивает режим, считая, что это лучшее оружие. Так, класс. Телеперемена закончилась. Начинаем урок. Этот стиль полюбился. В Варшаве его уже даже случайные водители узнают, когда подвозят. А на польских улицах за рулем сейчас так много белорусов. Живи, Беларусь. Живи, Венш. В самой Беларуси даже эти слова под запретом. Считаются экстремистскими. Как и любые попытки выразить свое мнение. Пусть даже лайком в соцсетях. Ну, а сейчас, простите меня, людям дают сроки за комментарии в интернете. Мой хороший товарищ. Удивительно. Вот только вышел. Семь дней я сидел за... Просто там какой-то лайк на что-то поставил. Все. Денис, как и все, кто уехал подальше от диктатуры и преследований, пытается найти себя в новой жизни. А пока есть свободная минута, он открывает смартфон и ловит новости о родной Беларуси. С вами Нехта. О самом интересном и важном расскажем прямо сейчас. События 2020 года мир видел глазами журналистов этой редакции. Нехта. В переводе с белорусского означает «кто-то». Сюда белорусы присылали видео из эпицентра протестов. Это люди, задержанные ранее, выходят из изолятора на Окрестина. И вот их там избивали. И позже Лукашенко сказал, что это все нарисовано краской. Степан Путило – один из основателей Нехты. Его режим Лукашенко обвиняет по десяти статьям. Одна из них – терроризм. Предусматривает расстрел. Беларусь – единственная страна в Европе, где еще существует смертная казнь. Пару дней после протестов уже сразу совершил преступление. Первая, третья статья. В общем, и там уже стало понятно, что в ближайшее время в Беларусь не получится. Степан уверен, Лукашенко не мог бы удержаться у власти, если бы в стране существовала свобода слова. Цензура – главное, на чем держится любой автократический режим. Есть пресс-секретарь Лукашенко Наталья Айзман, которая спускает указания, тезисы основные, которые должны сегодня быть показаны по всем каналам, по всем провластным СМИ, включая телеграм-каналы, ютуб-каналы подвластные Лукашенко. А то, о чем молчит пресса, так это о щитах Лукашенко. Роскошной жизни, которой любой миллионер позавидует. Степан проводил об этом журналистское расследование. Есть щита, есть дворцы, есть офшоры, есть притворные олигархи, через которых он выводит деньги, и через которых обеспечивает семью всех приближенных. Это и другие расследования открыли глаза белорусам на настоящую жизнь Лукашенко. Что мне еще надо? В том числе и Евгению. Ведь до этого он тоже представлял Лукашенко совсем другим, таким, как показывало гостелевидение. Теперь Евгений Мазура в Польше начинает новую жизнь. Вот это наш салон. Мы открыли его около восьми месяцев назад, когда открывали, была такая идея создать какой-то такой уголок для белорусов. Поэтому мы сделали интерьер в наших национальных белокрасно-белых тонах, и вот здесь у нас наш национальный герб в погоне. Парикмахерское дело пришлось осваивать, не поверите, директору хоккейного клуба. На родине, в городе Орша, на нем поставили клеймо неблагонадежный. Так и сказали, политическая позиция расходится с возможностью работать в белорусском спорте. Он освоился и нашел себя в Польше, но все равно мечтает вернуться. Только вот совсем в другую Беларусь. Конечно, я хотел бы вернуться в нормальную, свободную Беларусь без Лукашенко. Без Лукашенко и того аппарата репрессивного, который он там создал. В том числе я готов для этого делать все, что необходимо. Уехать из страны практически в то же время, что и Евгений, пришлось и тем, кто возглавил протесты в 2020-м. Светлане Тихановской, которая заявляет, что выиграла у Лукашенко выборы. Или вот Павлу Латушка, в прошлом дипломат и министр культуры. В момент, когда начались протесты, он понял, что хочет служить стране, а не режиму. Это страх. Это то, что чиновники, сидя у него на совещаниях, смотрят в стол. Они не поднимают глаза. Встретиться глазами с ним достаточно страшно. Для оппозиционных политиков каждый день мог оказаться последним. Замгостекотаря Совбеза, генерал КГБ, говорит об автомобильных катастрофах или взрывах автомобилей, когда замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками, заявляет о том, что мы будем совершать теракты за пределами. Когда представитель КГБ говорит о том, что у нас есть опыт НКВД, и мы знаем, как уничтожать врагов. Белорусы, как и белорусские оппозиционеры, живут теперь в разных странах. Во всей Европе, да и по всему свету. Они снова и снова выходят на митинги. Потому что хотят, чтобы о ситуации в Беларуси не забывали. И потому что для них важно показать миру, любой авторитарный режим не вечен. Это продолжается уже много лет. Путин стремится экспортировать путинизм и свои представления о мире. И они антидемократичные. Они не либеральные. Они проавторитарные. А он называет их ортодоксальными консервативными ценностями. Но они в высшей степени не демократичны. И RT Russia Today один из тех инструментов, благодаря которым он пропагандирует свои эти идеи. Решает две задачи. Первая – представить некую альтернативу либеральным демократиям в этих странах. А вторая, знаете ли, благодаря этим популистским, националистическим, ортодоксальным идеям Путин ищет идейных единомышленников. И это битва идей не только между Россией и Западом, но и внутри Запада. В самой Венгрии, в самой Италии, Франции и самих Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что мы не уделяли этому должного внимания. И Путин добился определенных успехов, когда почти в каждой стране Европы, и, конечно же, в моей собственной стране, в Соединенных Штатах, существуют общественные движения, в которых люди приняли путинизм и воспринимают Путина как сильного лидера. Во-вторых, Путин продвигает имперский набор антиамериканских идей. Мне это очень напоминает советскую пропаганду. Я думаю, мы должны признать, что он добился определенных успехов в поиске идейных сторонников своих взглядов. Но сейчас его ужасное варварское вторжение в Украину остановило этот процесс в Европе. К примеру, коалиция популистских сил, которая находится у власти в Италии, все же разделена во мнениях по поводу войны. Они уже не такие пропутинские, как до войны, и это хорошие новости. В Евросоюзе для любых решений нужно полное единство всех входящих в него стран. Вот в Москве каждый раз и ищут слабое звено. И оно, увы, находится. Где-то не хотят отказываться от русских денег, и поэтому закрывают глаза на то, кто новые соседи или кто прячется за офшорами, скупающими бизнес. Где-то идут на компромиссы, лишь бы отношения не испортить. Деньги, пропаганда и большая политика используются в одной обойме. Апатия. Курорт, где есть все для хорошей жизни. Мягкий климат, чистейшее море и престижность. Роскошные апартаменты с двумя спальнями и гостиной. Посмотрите, какая мебель, какое качество. Стоит такая квартира почти полмиллиона евро. Но появляться ее хозяева здесь будут максимум на месяц, а то и меньше. Ведь такое жилье в Хорватии в основном скупают русские, как дачу. И это еще не самые богатые покупатели, с достатком выше среднего. Те, кто еще богаче, покупают жилье в Монте-Карло. Вот только, казалось бы, поток толстосумов уж год как должен иссякнуть. С момента, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И русские олигархи, бизнесмены, чиновники один за другим попадали в черные списки, становясь фигурантами европейских и американских санкций. Но клиентов у Саши и его коллег по-прежнему хватает. Изменилось только одно. Если раньше покупатели с российскими паспортами особо не прятались, то теперь на просмотры приходят одни люди, бумаги потом оформляют совсем другие, а реальные владельцы вообще третьи. Сделки совершают фирмы, и непонятно, кто владельцы этих фирм. Или, допустим, у нескольких компаний один владелец. Но как это проверить? Офис мэра не владеет такой информацией, а значит, мы можем только гадать. Впрочем, подставных лиц используют далеко не только для покупки недвижимости. Не так давно, благодаря одному такому персонажу, вывели из-под санкций имущество попавших под ограничения российских банкиров на сотни миллионов долларов. Вот это их огромный офис в Фортынова, где почти половина принадлежала русским. А именно Сбербанку. Помочь вывести хорватский бизнес Сбера из-под возможного ареста взялся шейх. Вот только местный журналист Хасан Диаб, который проводил свое расследование, выяснил, формальный покупатель – самозванец. Друг стал моим источником. Он близок к правительству Арабских Эмиратов. Я позвонил ему, назвал имя покупателя и услышал – беги от него, это вор и преступник, он связан с криминалом. На него подали в суд за отмывание денег и коррупцию. Его счета арестованы. Журналист стал проверять источники финансирования сделки. И пришел к выводу, что вся операция, скорее всего, фиктивная, призвана просто вывести российские акции из-под удара. И журналисты-расследователи уверены – в Загребе просто побоялись ссориться с Кремлем. И говорят, средства, которые по всей Европе щедро вкладывают россияне, или скупая недвижимость, или инвестируя в бизнес, – это не столько возможность заработать деньги, сколько способ скрытого влияния. Ведь кто потом решится усиливать санкции или выступать против Москвы, когда везде русские деньги? Второй способ влияния – через СМИ и соцсети. Вбросы и распространение историй, которые очень похожи на правду, но на самом деле не имеют ничего общего с действительностью. В Европе создано несколько центров по борьбе с дезинформацией. Это главный – в Брюсселе. Его работа не публично и скрыта от посторонних глаз. Ведь здесь, что называется, 24 на 7 мониторят публикации в СМИ и социальные сети. Задача – выявить аккаунты, созданные российской фабрикой троллей, и веб-сайты, контролируемые российскими спецслужбами. Через них и распространяются фейки. Когда вы читаете ленту новостей, вряд ли обращаете на это внимание. Но анализ огромных массивов информации четко показывает, как одни и те же месседжи по команде скоординированно вбрасываются через разные источники. В Брюсселе эти волны четко зафиксировали перед началом войны. Сначала это были темы, связанные с подготовкой к вторжению. Резкий рост дезинформации, например, о неонацизме или якобы геноциде русскоязычного населения. Затем мы увидели рост сообщений о секретных биолабораториях, а потом последовал спад. И вдруг заговорили о грязной ядерной бомбе, которую якобы делают украинцы. Но вскоре и этот нарратив отступил, то есть фейки приходят волнами. Как это происходит на практике, нам рассказала Лиз Уолл. Американская журналистка. Она работала на спонсируемом Кремлем телеканале Russia Today и уволилась, когда Россия аннексировала Крым. О невозможности работать на RT Лиз заявила тогда в прямом эфире. Лично я не могу быть частью телеканала, который спонсируется русским правительством и пытается обелить действия Путина. Я горжусь, что я американка, я верю в необходимость говорить правду, и поэтому после эфира я увольняюсь. Лиз не скрывает, как изнутри устроена машина пропаганды. У нас не было каких-то прямых указаний, мол, с этого момента вот эта информация цензурируется. Но директор встречался с корреспондентом и говорил, вот вопросы, которые вам нужно задать. И если вы во время интервью задаете неуместные вопросы, их просто вырежут. Лиз объясняет нам, почему RT, вопреки всем попыткам противодействия, по-прежнему сохраняет зрителей. Там делают вид, что просто дают аудитории альтернативную точку зрения. Пропаганда не в лоб, а тщательно замаскирована. Я не могла сказать «оккупанты», не могла назвать Москву агрессором. Россию нужно было преподносить только в положительном свете, даже если то, что они делали, не было положительным ни с какой точки зрения. И когда плетется это исполненное лжеповествование, то и придумываются постоянные теории заговора, все эти полусырые заявления. Журналистка теперь занялась изучением дезинформации, способов противодействия ей. И говорит, за годы, прошедшие с момента ее громкого увольнения, Russia Today заматерела и окрепла. Они вышли за рамки профессии, превратившись в средство пропаганды, которое в красивой упаковке продает войну, которую Россия ведет в Украине. Демонизировать украинцев, представлять их агрессорами, нацистами – это просто смешно. Но стоило запретить вещания ART в Европе, как они активизировались в соцсетях, где контроля куда меньше. И есть страны, где это скрытое информационное влияние огромно. И месседж, мол, не злите Москву, засел в головах. Один из самых показательных примеров мы нашли в Хорватии. У этого причала в Адриатическом море несколько месяцев стояла под арестом роскошная яхта «Ирина» стоимостью в 5 миллионов евро. Принадлежит она семье близкого к Кремлю российского олигарха Алишера Усманова. Мы поехали на место, чтобы проверить, пришвартована ли «Ирина». Смотрим, а вместо нее стоит такая же яхта, такой же модели, похожая на «Ирину», но на самом деле не она. Поразительно, никто якобы и не заметил, что арестованная яхта пропала 3 месяца назад. Афера удалась. Судно, находящееся под санкциями, под покровом ночи снялось с якоря, вышло из порта, затем прошло пограничный контроль и покинуло воды Хорватии. И ни у кого не возникло ни единого вопроса. А затем судно спокойно перешло в турецкий порт Дидим. Виновными теперь выставили экипаж, моряки под арестом. Хотя понятно, что без негласной команды сверху и Загреба ничего бы не произошло, но следов коррупции в действиях чиновников не нашли. Вашингтон и НАТО ведут опосредованную войну через Украину против России, что неясно. Кто этого не понимает? Россия напала на Украину, но НАТО решила отреагировать таким вот образом. План урегулирования не должен быть связан с санкциями. Ограничения абсурдные. С их помощью мы ничего не добьемся. Мирела Холли работала в команде Милановича. Была министром. Но покинула пост из-за несогласия с такой политикой. Такая риторика президента приносит большой вред Хорватии, потому что идет вразрез с европейской, да и мировой политикой. А причина в том, что у него есть некие друзья, связанные с нефтебизнесом. И изменение тона его заявлений, возможно, это именно их влияние. Тех, у кого хорошие отношения с российским бизнесом и российскими политиками. Глава государства проигнорировал даже проходивший в столице его страны парламентский саммит Крымской платформы, на который даже Нэнси Пелоси, тогдашняя спикер палаты представителей США, приехала. По словам Миреллы Холли, это все свидетельство того, как Москва играет на слабостях политиков, их амбициях, страхах, сомнениях, а зачастую и личных финансовых интересах. Сейчас появилось нечто качественно иное в демократическом движении внутри Ирана. Во-первых, оно глубоко охватило все общество, оно возглавляется женщинами. И это не просто политическая организация против мул у власти. Все децентрализовано, и это как раз хорошо. Во-вторых, посмотрите на диаспору. Я думаю, что впервые иранская диаспора так активна, так мобилизирована, чтобы попытаться поддержать демократические силы внутри Ирана. Это больше, чем когда-либо прежде. Я живу в Калифорнии. Во время революции сюда переехала очень большая иранская диаспора. И некоторые люди теперь очень богаты. Они преуспели в Силиконовой долине, где я живу. Я никогда не видел их такими воодушевленными, как сегодня. А еще, скажу вам, есть определенный исторический путь, связанный с режимами, рожденными революциями. Точно так же, как это произошло с большевиками в Советском Союзе, и, я думаю, произошло с коммунистической партией Китая и Китаем. Безусловно, произошло и в Иране. Революционные идеи иссякли, и просто старики, находящиеся при власти, все еще пытаются ее удержать. В то время как молодое общество в Иране против. Если вы посмотрите на опросы общественного мнения, посмотрите, кто выходит на демонстрации, что вы увидите. Понимаете, чем моложе люди, тем они образованнее, тем они более урбанизированы. И чем они зажиточнее, тем меньше поддерживают режим. Другими словами, у этого режима нет будущего. Поэтому я с осторожным оптимизмом смотрю на то, что в Иране может произойти демократический прорыв. Я не могу предсказать, когда, но то, что этот режим продержится еще два десятилетия, очень маловероятно. Четыре десятилетия режим в Иране шаг за шагом отбирал у людей свободу. Надеясь, что этим укрепляет свою власть. Но теперь оказалось, что забрали так много шансов, права, возможностей, что даже самые послушные и молчаливые больше не хотят терпеть. Я заплакала, когда впервые увидела эти кадры. Смотрите, девушка бросает свой хиджаб в огонь в знак сопротивления режима. Это видео журналистка Шахрзата Стерер получила из Ирана. Как только начались протесты, ей стали приходить сообщения с фотографиями и видео. Сначала от друзей, потом от совершенно незнакомых людей, которые просили рассказать миру правду. В Иране бесправны женщины, дети, люди из LGBTQ сообщества. Любого могут посадить в тюрьму только из-за сексуальной ориентации. Нет прав у национальных меньшинств. Везде цензура. Правительство контролирует любой аспект частной жизни. Здесь, в Германии, она, конечно, может без опаски говорить все как есть. Но вот на родину ей теперь дорога навсегда закрыта. Иначе сразу тюрьма. Стоит только выступить с критикой власти и сразу бросить за решетку. Много моих коллег оказались в местах заключения, особенно в последние месяцы. В Иране нет свободы слова и прессы. И поэтому многие шокирующие истории мир узнает только тогда, когда людям удается бежать из страны. Как правило, в Европе мигранты оказываются уже без денег и документов. Буквально в одной рубашке. И это те, кому повезло. Хасан – один из тех, кто только приехал. Он настолько напуган, что вздрагивает от каждого громкого звука. По привычке постоянно оглядывается. Как только в Иране вспыхнули протесты, Хасан вышел сразу же. Его арестовали и три месяца держали за решеткой. Вместе с тысячами таких же несогласных. Чтобы вытащить сына из тюрьмы, его семья продала все. Хасана выкупили за 7 тысяч долларов. Для Ирана это огромные деньги. И сразу решили, нужно срочно бежать из страны. Сначала незаконно попал в Турцию. А дальше проводник советовал взять небольшую лодку, дал мне контакт. Но я ничего так и не нашел. Тогда мне сказали, добирайся вообще как хочешь. Пришлось искать других людей. Они помогли мне уплыть в Грецию. Но откупиться от тюрьмы, как Хасан, для иранцев вовсе не значит стать свободным. Оказаться за решеткой снова можно в любой момент. Сотни таких историй знает и публикует Барди Арастами. Мальчику на этом видео всего 10 лет. Он просит всех помочь вытащить отца из тюрьмы, потому что он невиновен. Стражи приходят за людьми домой ночью. Забирают даже за лайки в соцсетях и невинные комментарии. Полиция просто хватает людей на улице безо всякой причины. Проверяет мобильные телефоны. И если находят хоть что-то, что можно назвать революционным, сразу арест. И даже при таком жесточайшем контроле соцсети в Иране работают со сбоями. Технические проблемы здесь ни при чем. Власти просто блокируют интернет, когда считают нужным. Это страница 20-летнего Али Фазели Монфареда. Популярного инстаблогера. Известного как Али Риза. Он не скрывал свою ориентацию. Из-за этого жить в Иране становилось все сложнее. И Али собирался уехать в Турцию. К своему парню Агилу. Но связь с Али прервалась. Он перестал обновлять страничку в инстаграме. Не отвечал на сообщения. И в какой-то момент стало понятно. Произошла трагедия. У меня есть друг, который знал Али. Он мне позвонил и сказал, твоего парня убила его семья. Я не поверил, говорю, ты врешь. Потом в телеграм-канале другого знакомого я увидел сообщение, что Али убил его брат. Это невозможно. Ну как же так? Один брат убивает другого только за то, что он гей. Позже Агил узнал страшные подробности. Когда Али Манфорет признался, что он гей, ему пришлось идти к психиатру. В Иране гомосексуальную ориентацию считают болезнью. Но никто не думал, что дойдет до такого. Перед отъездом родственники выманили и убили парня. Обезглавили его. А потом позвонили матери и сказали, где можно забрать тело. Наказание никто из них так и не понес. В Иране существует понятие убийства чести. Любой человек, который убивает женщину или гея, не думает о наказании, не боится его, потому что власти поддерживают и молчат. Агил мечтает уехать в Европу, чтобы просто оказаться в безопасности. Эта улица в Мюнхене словно островок Ирана в Германии. Вывески на Фарси как будто говорят «здесь свои». Люди, которые прибыли из Ирана, иногда беспомощны в замешательстве. Первым делом они ищут тех, кто помог бы советом и поддержал. Сюда, на Дахауэр, штрассы, где расположены иранские магазины, турбюро, супермаркеты, рестораны. Люди приходят, чтобы иногда просто поговорить по душам. Из Ирана навсегда увозят с собой страх. Страх, что их найдут. Страх, да дрожи в коленях, за родных, которые остались там. Сестрой они не обсуждают новости и не говорят о политике, потому что прекрасно знают, иранские спецслужбы могут прослушивать и записывать. А так хотелось бы собраться всей семьей за одним столом. Для Рахель этот иранский ресторанчик теплое воспоминание о доме. Здесь даже чай наливают точно такой же, и музыка вызывает ностальгию. Наконец-то она может и сочинять музыку, и играть ее для других. Захра композитор и музыкант. Пока жила в Иране, мечтала учить детей игре на сантуре. Это редкий национальный инструмент. Но как заниматься любимым делом, когда женщины в стране не вольны выбирать свою судьбу? Права женщины в Иране полностью растоптаны. Без разрешения мужчины она не может выбирать не только где учиться, а даже что надеть и когда выйти из дому. В Иране женщины забывают, кто они. Они даже перестают ощущать себя женщинами. Табу столько, что все и не перечислить. Например, нельзя расстаться с мужем. Право подать на развод есть только у мужчины. Нельзя поехать за границу без разрешения супруга. Даже сходить на стадион нельзя. Надеть такую юбку в Иране означало немедленно подвергнуть себя опасности. А теперь, переехав в Германию, Захра носит то, что хочет. Совершенно невозможно так выглядеть в Иране. Чтобы бросить вызов устоям, необходимо большое мужество. Поэтому мало кто решается. Вот так все должно быть закрыто. Руки по запястью, ищи колотки до пят, волосы спрятаны. Вот так. Видно только лицо. Даже мечтать о другой одежде нельзя. Именно из-за нарушения дресс-кода на улице молодую иранку Максу Амини задержала полиция нравов. Ее избили только за то, что девушка неправильно надела хиджаб. По мнению властей, слишком свободно. Максав по лавкому, а спустя два дня умерла в больнице. Это не единственный подобный случай, но именно он стал катализатором масштабных протестов, прокатившихся по всей стране. Их поддержали иранцы по всему миру. Мириам Гиехчи организовывает митинги в Германии. Требует от европейцев усилить санкции. Никаких торговых отношений не может быть с террористами, как и с Путиным. Почему так нельзя поступить? Мы готовы бороться до победы, потому что уже заплатили множеством жизней. Десятки тысяч были арестованы, попали в тюрьму. У нас нет плана Б. Революция уже началась и нет пути назад. Мы будем бороться до конца. не должно быть автократии в Европейском Союзе. Объединение изначально демократично. Поэтому то, что происходит в Венгрии вызывает глубокую тревогу. Меня также глубоко беспокоит то, что произошло в России, Беларуси и Грузии. И это часть тренда движения против демократии. Но были ведь и события, которые вдохновляют. Демонстрации в Беларуси два года назад определенно придали сил. То, что мы видим сегодня на улицах Грузии в Тбилиси выступление против законов путинского типа, направленных на подавление гражданского общества. Это воодушевляет. Но самое главное событие в этой части мира, а я бы сказал и во всем мире, это борьба за демократию в Украине. Думаю, все, кто борется за демократию и против автократии по всему миру от Тайваня автократии в мире, это станет позитивным сигналом для демократических движений во всем мире. В Беларуси, в самой России, в Грузии, в Иране. Знаете, я недавно был в Тайване и нет в мире людей, которые надеются на успех Украины больше, чем жители Тайваня, потому что они видят, как все взаимосвязано и так же, как автократичные режимы помогают друг другу. Я хотел бы, чтобы демократы во всем мире объединились, чтобы была солидарность. И я тут не говорю о левых и правых, о демократической партии США и республиканской партии. Я говорю о тех, кто верит в демократию и о тех, кто не верит. Я, знаете ли, оптимист, поскольку вижу такой огромный уровень поддержки Украины со стороны европейских демократий и хочу увидеть еще больше, ведь ставки так велики, выше некуда. То, что происходит в Украине, окажет невероятно важное влияние на борьбу за демократию во всем мире. А возвращаясь к Виктору Орбану и Венгрии. Он популист националистического толка, который годами использовал свою власть и манипулировал выборами СМИ и судами, чтобы подорвать демократию. И я согласен с теми, кто говорит, что Венгрия больше не демократия. Да, она не полноценная диктатура, как в России, верно? Есть виды автократии, которые не похожи друг на друга, точно так же, как есть виды демократии, которые не похожи друг на друга. Но для меня трагедия наблюдать за тем, что происходит. И я задаюсь вопросом, должен ли Евросоюз быть пожестче в отношении Венгрии? Семь утра. Центр Будапешта. Дети и их родители пытаются перекрыть дорогу. Школьники вышли на улицу, чтобы защитить своих учителей. Уволили тех, кто слишком громко требовал перемен. Венгерским преподавателям сейчас запретили выбирать даже учебники. А в предлагаемых про Орбана только хорошее. Вот они и говорят, какая же мы тогда демократия. Это даже своим решением признали депутаты Европарламента. Так и записали. Венгрия теперь уже скорее автократия. Среди того, чем недовольны в Европе и ситуация со свободой слова. Как это? Работать в условиях ограниченного доступа к информации отлично знает журналист Гергей Нилаш. Свою работу докопаться до сути и задавать острые вопросы Гергея выполнять все сложнее. Ведь он сотрудник независимого СМИ. Интернет-издания Телекс. А таких правительство не жалует, не удостаивая ни внимания, ни ответа. С его изданием, даже если удастся пробиться к первому лицу, диалог вот такой. Господин Викторович, можно у вас спросить? Я фейк-ньюзу не отвечаю. Это и есть ответ. Ну, можно делать выводы тогда, каковы отношения у правительства с критикующими власти СМИ. То, что происходит в стране, независимые журналисты называют информационной диктатурой. Когда формально им вроде ни в чем не отказывают, но доступ по сути закрыт. Корреспонденты заметили, что в собственных проколах власть всегда обвиняет Брюссель. Поэтому и новостям государственных каналов доверять вообще нельзя. Люди искренне верят во всякие небылицы, что Брюссель виноват в том, что в стране подорожали продукты и цены на энергоносители. А ведь все это произошло еще до войны и до введения европейских санкций. Люди убеждены, если бы не Орбан, Венгрия уже бы вступила в войну на стороне Украины. Мужчин мобилизировали. И это при том, что у нас есть профессиональная армия, что мы в НАТО, что такого вообще никто не заявлял. Комментаторы и фейковые лидеры общественного мнения уже даже не из России. Петер выяснил, что в Венгрии появилась своя фабрика троллей. Создана она по примеру московской. Вот только продвигает месседжи о том, какая замечательная в стране власть, как хорошо дружить с Россией и не стоит портить с ней отношения. То, насколько сложно попасть на ТВ, на себя ощутил оппозиционный депутат Акуш Хадхази, когда вместе с коллегами пришел на государственный эфир. Нас было 15-20 депутатов, но вышвырнули в итоге меня и еще мою коллегу депутата. Он расследует коррупционные дела чиновников из окружения премьера. Собрал уже длинный список. И даже специально сел за штурвал легкомоторного самолета, чтобы снять роскошную усадьбу, которую строят, как он подозревает, лично для Виктора Орбана. Главный прокурор Венгрии это старый друг Орбана. И он может остановить любое дело или направить следствие в правильное русло. В Венгрии политическая система это некая путинская франшиза. Очень много деталей похожи на российскую систему. А значит, так же, как и в России, нужен кто-то, кого можно объявить внутренним врагом, переключить негатив. И власть объявила войну ЛГБТ-сообществу. Документ, который изначально разрабатывался как закон о педофилах, превратился в закон против людей альтернативной ориентации. Говорить об этом и даже упоминать слова геи или трансгендер запретили в школах и на ТВ. Хелла трансгендер. Жизнь чистого листа она начала четыре года назад. Сделала операцию по смене пола, прошла всех врачей и в итоге получила новые документы. Ей, можно сказать, повезло, ведь сейчас ни сменить пол, ни поменять паспорт в Венгрии уже нельзя. И люди, не видя выхода, задумываются, нужна ли им такая жизнь, когда ты изгой. Среди моих знакомых в моем окружении я видела очень много примеров, когда люди от отчаяния хотели покончить с собой. Она не хочет больше терять друзей, поэтому пытается объяснить обществу, насколько таким, как она людям, в Венгрии нужна поддержка, что понимание и толерантность для них не пустые слова, отторжения и ненависть, когда кажется, что весь мир против тебя. Хелла это и сама пережила, еще будучи подростком. В средней школе во время путешествия с классом я попала в довольно серьезную аварию, вызвали скорую. А когда врачи приехали, вышли, то ученики не давали им пройти, кричали, что за мою жизнь не надо бороться и меня не надо спасать. Они делали это только потому, что знали о моей идентичности. Хелла делится. Таких, как она, правительство считает людьми второго сорта. И по мере того, как Орбан укрепляет власть, отношения все хуже и хуже. Иногда кажется, что еще чуть-чуть и силы закончатся. Я просто уеду из страны, если ситуация станет для меня совсем болезненной. Пока еще я не достигла этой критической точки. Но и на место уехавших принимать никого особо не хотят. Правительство настойчиво закрывает Венгрию для мигрантов. Деньги вложили в антимигрантскую кампанию и стену на границе с Сербией, чтобы чужие не прошли. А закон составили так, что получить статус беженца невероятно сложно. Если кто-либо пытается просить защиту у Венгрии, то это можно сделать только в двух городах Белграде и Киеве. В прошлом году всего лишь 8 человек приехали и имели возможность подать заявление. И это еще не предел. Нынешним летом премьер Орбан заговорил о чистоте европейской расы. Страны, где смешиваются европейцы и неевропейцы, больше не являются нациями. Особенно больно это было слышать венгерским евреям, тем, кто во Вторую мировую потерял родных и до сих пор приносит цветы и свечи к мемориалу жертвам Холокоста на берегу Дуная. Эту речь венгерского премьера даже члены его команды назвали нацистской. Ее единодушно осудили и первые лица Евросоюза и немногие оппоненты. Петер Маркизай хотел сделать Венгрию совсем другой, демократичной и свободной от российского влияния. Я делал все, чтобы мы на этих выборах в системе Виктора Орбана по правилам Виктора Орбана обыграли Виктора Орбана. Но учитывая, насколько этот авторитарный режим выстроен, я должен признать, что сделать это уже просто невозможно. И это для страны уже традиция. Всех, кто решится выразить свое недовольство, сразу считают врагом. Таких Венгрии выдавливают на обочину жизни, чтобы общество не относилось серьезно ни к ним, ни к проблемам, о которых они говорят. Они собираются даже в такую погоду, под проливным дождем. Здесь и родители, и дети, все, кто понимает, куда идет страна. Их не ливень пугает, гораздо больше то, что происходит сейчас с их страной. вы вы спросите, в чем слабость авторитарных режимов? Просто демократические идеи куда лучше, они куда больше вдохновляют, чем идеи, связанные с автократией. Идея ведь состоит в том, что граждане должны сами выбирать своих лидеров, а не политическая партия, военная хунта или бог, как в случае монархии или теократов в Иране. В это верит огромное количество людей во всем мире. У демократии идеи и ценности куда лучше. Перефразирую то, что однажды сказал Черчилль. Демократия наихудшая форма правления, за исключение всех других, которые были опробованы людьми. И если вы посмотрите на опросы общественного мнения по всему миру, большинство поддерживает как раз идеи демократии, а вовсе не автократии. У демократов просто идеи получше, да и история похожа на их стороне. 300 лет назад большая часть мира управлялась автократическими режимами. Сегодня это не так. Демократии в большинстве стран. История на их стороне. Да, последние 15 лет были плохими для демократии. Но посмотрите, кто поддерживает диктатуру, а не демократию? Я обобщусь здесь, конечно, но вот по большому счету, кто поддерживает диктатуры? Пожилые люди, менее образованные люди, возможно, сельские жители, люди более бедные. А вот те, кто поддерживает демократические идеи. Я говорю о России, Беларуси, люди более молодые, лучше образованные, городские и более зажиточные. Все они склонны поддерживать идеи демократии. Другими словами, на стороне автократов прошлое, а на стороне демократических идей будущее.